Её боятся, о ней не хотят думать или говорить. При одной только мысли о ней сердце холодеет и в венах стынет кровь. От неё пытаются убежать, спрятаться. Но она всегда, всегда приходит вовремя. Ни позже назначенного срока, ни раньше. На смерть. Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о смерти. Каждый понимает, что наступит время, и она придёт. И самое главное, никто не знает, когда именно это произойдёт. Никто не знает, кроме Бога. Что такое смерть? Какое она бывает? Что происходит после смерти? Об этом мы и расскажем в эпизодах этой темы. Имам Аль-Бухарий передал такой рассказ от Ибн Масуда. Однажды пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, нарисовал прямоугольник. Провёл посередине него линию, которая вышла за его границы. И начертил небольшие линии в середине. И сказал, вот это человек, а вот это его конец, который его окружил. То, что снаружи, это его надежды. А эти чёрточки, то, что с ним происходит. Этим рисунком посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, дал людям понять, чтобы они меньше надеялись на долгую жизнь и больше чувствовали приближение конца. Боясь, что он наступит внезапно, Роб Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, советовал не бояться смерти, не убегать от неё, а наоборот, чаще о ней вспоминать и чаще посещать кладбище. Ибн Маджах передал слова пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, «Ваудда нафсака мин ахлиль кубур» «Считай себя жителем могилы». Это помогает помнить о главной цели в жизни и не сбиться с пути успеха. В мире существует много неверных представлений о том, что ждёт человека после смерти. Например, атеисты думают, что со смертью всё заканчивается, и человек просто перестаёт существовать. Индуизм, буддизм и многие другие религии утверждают, что после смерти человек перерождается, якобы его душа переходит в другое тело. Единственно правильный ответ на этот вопрос дали пророки. Люди, посланные Богом, чтобы указать миру путь истины. Что такое смерть? Смерть — это полное отделение души от тела. В отличие от сна, когда душа может путешествовать в пространстве, не покидая тело полностью. Есть почётный ангел, имя которого — Азраиль. Его миссия — вынимать души из тел. И речь идёт не только о телах людей или джиннов, а всех тех, кто имеет душу. Это животные, насекомые, птицы и так далее. Ангел Азраиль забирает душу даже у маленького комара или мухи, когда они умирают. От смерти нигде не скрыться. Во времена пророка Сулеймана у людей было особое испытание. Они видели ангела Азраиля всякий раз, когда кому-то приходила очередь покинуть этот мир. И каждый раз люди боялись, ведь каждый думал, что в этот раз он пришёл именно за ним. Один человек, визирь пророка Сулеймана, увидел ангела Азраиля, который долго и внимательно на него смотрел. Такое поведение его очень обеспокоило. И он попросил пророка Сулеймана отправить его подальше и как можно скорее. Пророк выполнил его просьбу. И через короткое время, по воле Бога, тот человек оказался на территории Индии. Затем пророк Сулейман спросил ангела Азраиля, почему он так пристально смотрел на его визире. Ангел ответил, «Я смотрел и удивлялся, ведь совсем скоро мне велено забрать его душу в Индии, а я увидел его здесь. От смерти не убежать никуда. Она везде найдёт тебя в назначенное время. Осталось только встретить её достойно». Смерть приходит вовремя. Смерть очень пунктуальна. Она не опаздывает и не приходит раньше. И неверно говорить, что кто-то умер преждевременно. Нет. К каждому смерть приходит именно в то время, как предопределено в его судьбе. Никто не проживёт дольше назначенного срока хотя бы на секунду. Не выпьет больше воды хотя бы на глоток. И сделает столько вдохов и выдохов, сколько предопределено. Известна история об одном благочестивом мусульманине, жителе города Куфа, которому на помощь пришёл Ангел. Этот куфиец был честным человеком, и люди доверяли ему на сохранение своего имущества. Однажды он собрался в путешествие. Выехав за пределы города, он встретил одного человека, который спросил, «Куда ты идёшь?» Куфиец ответил незнакомцу. Тогда тот сказал, «Я бы отправился вместе с тобой, только я очень сильно устал. Но, если хочешь, я могу заплатить тебе диргам и поехать с тобой на твоём животном». Мужчина согласился. И они вместе отправились в путь. Вскоре путешественники достигли места, где дорога расходилась. Путник спросил честного торговца, «Какой дорогой поедем?» И тот ответил, «Поедем той дорогой, которую я знаю». Но незнакомец предложил, «Давай поедем другой дорогой». Тогда мужчина сказал, что ни разу ещё так не ездил. Незнакомец стал уговаривать его и сказал, «Я ездил этой дорогой уже очень много раз. Поехали». Вскоре путники достигли места, где дорога обрывалась и повсюду лежало много мёртвых людей. Мужчина сказал, «Видно, что наша дорога закончилась». Тогда незнакомец спустился с животного, вытащил нож и хотел уже было убить этого благочестивого мусульманина, но тот сказал, «Не делай этого. Я дам тебе верблюда и всё, что на нём». Незнакомец ответил, «Клянусь Богом, я не возьму твоего верблюда, пока не убью тебя». Мужчина продолжал, «Я прошу тебя ради Аллаха Всевышнего, чтобы ты оставил меня, взял верблюда и всё, что на нём». Но незнакомец продолжил, «Я убью тебя в любом случае, разве что только ангел смерти заберёт мою душу до того, как я это сделаю». Тогда мужчина попросил, «Дай мне выполнить два раката намаза, не спеши меня убивать». Незнакомец рассмеялся и сказал, «Вставай, делай, что хочешь». Все эти мёртвые, которых ты видишь, до того, как я их убил, тоже просили выполнить молитву, но это их не спасло от меня. Благочестивый мусульманин встал и начал выполнять намаз. Он сделал такбир, произнёс слова, «Аллаху Акбар», прочитал сур Аль-Фатиха и остановился, так как в растерянности не знал, что ему читать дальше. Тогда незнакомец стал торопить его, «Быстрее заканчивай». И мужчина решил прочитать 62-й аят сур Ан-Намль. Что означает, «Спроси их, неверующих, о Пророк, о том, кто отвечает на просьбу нуждающегося, если он в беде, и взывает к Аллаху смиренно и с богобоязненностью. Кто устраняет от человека зло и страдания и делает вас наследниками тех, кто был на земле до вас? Нет другого Создателя, кроме Аллаха, дарующего эти блага». Читая этот аят, благочестивый мусульманин заплакал. В этот момент появился всадник. Это был ангел, принявший облик человека. В руке он держал копье, а на голове у него был шлем с двумя рогами. И он блестел на солнце так, что походил на сияющую звезду. Он бросил копье в спину незнакомца, тот упал на землю, и его мгновенно поглотил огонь. Когда благочестивый мусульманин увидел это, то чуть не потерял сознание. Он сказал, «Я спрашиваю тебя ради Аллаха, который дарвал мне милость по причине тебя, кто ты?» Всадник ответил, «Я тот, кто пришел к тебе по причине благословения, а это Иссур-Ан-Намль. Езжай куда хочешь, тебе никто не навредит». Этот благочестивый мусульманин думал, что настал конец его жизни, но смерть всегда приходит вовремя. Каждый покинет этот мир. Главное уйти с миром из этого мира. Просите у Бога одобренный конец своей жизни и жизни близких. Рекомендуется читать перед сном 21 раз слова «Бисмилляхиррухманиррухим». Это может стать причиной защиты от внезапной смерти. Совет. Пророк Мухаммад, салли Аллаху алейхи вассалям, советовал не бояться смерти, не убегать от нее, а наоборот, чаще о ней вспоминать и чаще посещать кладбище. О том, каким образом ангел Азраиль достает душу богобоязненных людей и у неверующих, мы, инша Аллах, расскажем в следующем эпизоде. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Тем самым, вы поможете в распространении истинных знаний. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Субтитры создавал DimaTorzok